Всем привет! Сегодня мы начинаем снимать райончик Компонар. Здесь как раз сразу возле метро находится аутлет, корт ингрессовский. Если кому интересно, на шопинг здесь иногда можно найти очень даже приличные вещи, но не всегда. Сегодня вот мы сходили и как-то не особо успешно ничего не удалось найти того, чтобы нам понравилось. Вот так все. Отсюда мы начинаем свой путь по району Компонар. Он не сильно большой, но такой центральненький и достаточно интересный. Буквально полквартера прошли от Квартинга леса. Здесь очень-очень тихая улица. Такие вот дома, совершенно приличные, новые по виду. Там вообще вот получается многоэтажки, там стройки, все новое. Но здесь получается такая вот тихая улица, совсем тихая. Хотя вот сейчас вот через дорогу буквально там уже большая шумная дорога и очень много машин. Мы всегда ходили только по шумной части этого района. Получается, где дорога, к магазинам, где места, которые нам нужны были. А здесь получается вот так вот в глубине, там хаусы. Такие вот дорожки проходные, которые перегорожены. Туда не заедешь, ты уже проходил только что скверик небольшой. Зелено, птички поют. И главное, очень тихо, что они необычно. Вот еще одна улица. Такая же тихая. Ну и вот снова с этой тихой улочки мы вышли в большой дороге, здесь большой круг. Это уже границы Камбонара с районом Сан-Пао. Боя тоже снимала, есть видео у меня на канале. Конечно, они, можно сказать, не совсем информативные в каком-то плане, потому что я просто хожу и снимаю особо дневника в информацию об этих районах. Просто зрительный какой-то делаю осмотр. А такое более, конечно, информативное, кроме на канал «Шивая Испания», он рассказывает какие-то факты, читает, готовится. Вот, так что вот мы идем по границе. И раз, куда дальше? Туда? Придем в церковь, наверное, и вот так. И в сторону Турии. О, да, там вот церковь есть. В ту сторону Турии идет. Если пройти туда, то там большой Калифур. Вот, так что. Вот. Большой Олевер. Котики. Вот. Так что вот такие здесь, получается, все-таки большие шумные улицы. А внутри все очень так тихо и даже как-то неожиданно. Потому что впечатление он производит достаточно шумного, современного района. Ну вот. Как видите, все не совсем так, как может казаться. Еще одна тихая улица внутри. Вот еще один скверик. Тоже неожиданно. Между вот этих вот домиков. Здесь более современные. За деревьями вот немножко видно там церковь. Вот. Очень интересный район, потому что на старых табличках здесь написано по-испански название улиц. А на современных уже по-испански название улиц. Сквер. Церковь, кажется, на реконструкции что-то там ремонтирует. Цены, если кому-то интересно, в районе Компонар. Смотрите фотокассы, идеалисты, ну то, что примерно, как мне сказал Рома, цены здесь примерно где-то от 100 тысяч плюс-минус. Там есть, конечно, больше, есть меньше. И также пошли выше средний, где-то около 150. Ого, это церковь. Ого, это церковь. Красиво. И зелень такая. Молода. Вот красивые дома какие. Своей стилистикой. И очень много птиц здесь. Прям очень много. Судя по карте, мы находимся сейчас в самом центре этого района. В самом центре. Очередной небольшой, но очень приятный, уютный шкверик. Тут по бокам кафе. От одного пахнет очень вкусно рыбой, а из другого пахнет кофе. Вот. Здесь апельсинчики. Классно. Потому что за почти по городу нет. Как-то перестали попадаться. Но сейчас немножко пройдет времени, и уже на счет того, потому что уже новые зреют. Вот красивые деревья тоже мне очень признаются. И издалека всегда видно их цветы яркие. Вот тут целая аллейка. Аллея. И получается апельсины плавно перетекают в эти деревья. И главное опять же перетекают в апельсины. Все в цветах. Детская площадка. Еще один вид на церковь. Дома. Сейчас мы идем в сторону Турии. И, наверное, где-то там закольцуемся и пройдем снова в глубь района. Потому что он вроде бы небольшой, но все равно. Есть на что посмотреть, потому что мы никак не ожидали. Увидели здесь так много частных домов. И буквально между ними скверики. Здесь улица вообще полностью без машин. Поэтому очень даже интересно оказалось здесь. Из одного сквера мы плавно перешли в другой сквер. Там вот управление социального обеспечения, как сказал мне Google. Снова опять же там хаосы. Здесь уже пошли более многоэтажные дома. Потому что мы, видимо, выходим к такой улице, где все более живо. И уже находятся многоэтажные дома. Там вот к концу буквально через дорогу. Сверно трясивое дерево. Тут все цветет. Просто невозможно идти и нигде не зацепиться глазом, чтобы где-то что-то не цвело. Это что, гранаты? Не уверена, но похоже. Наверное, нет. Ну, так много. Ну, по крайней мере, из-за того, что я видела, они были не настолько большие. Везде здесь еще такие фантазчики для воды. Там уже к концу. Здесь уже улица с многоэтажными домами уже более современный, так как сказать, город. Там была такая тихая гавань. Потому что частные домики очень тихо, мало людей. Здесь уже все живлено. Дорога, магазины, многоквартирные дома, парикмахерские, магазинчики. В общем, все, что нужно уже здесь находится. И мы уже подходим к Турии. Вот уже Турии. Вот там вот Декатлон, куда мы вышли. И вот еще тоже, получается, это все улица. Это сящееся Кампонаро. Наверное, пойдем сейчас туда. Пойдем немножко по ней и также пойдем обратно в Гуд районом. Также здесь вот с такими обычными домами. Он существует... Сто существует, так сказать, вот без окон. Не очень... Не очень в хорошем виде дома. Они, кстати, все за забором. Наверное, какие-то, возможно, социальные. Может быть, и нет. Я не знаю, утверждать не буду, но выглядят они не очень хорошо. Ну, вот с другой стороны. Потом, предположим, что, возможно, его будут сносить. Ну, я знаю. С той стороны, где в Гумине, там, казалось, вещи висят на балкончике, поэтому даже не знаю. А вот там, получается, большая дорога на новые дома. А здесь школа, детских чем-то. Здесь парковка. Прошли мы все, что было возле Турии, всю эту часть. И сейчас идем снова в Глот, уже по другой улице, чтобы уже посмотреть так все вокруг. Вот. Ну, здесь пока ничего интересного. Это отель. И сейчас покажу многоэтажные дома. Вот так вот. Все это выглядит. Отель. И, соответственно, теперь направляют многоэтажные обычные жилые дома. Какие бы высотные дома ни окружали район, ни были в районе всегда здесь будет зеленый островок. Вот он, да. Все равно отдыхают. Обойдя немного вокруг, мы снова вышли в крупную улицу. Так же, этого района Компанал. Ну что, вот здесь я уже даже перестала ориентироваться на самом деле. Здесь уже я просто иду за Ромой, он меня ведет. Я просто смотрю. Ну, здесь многоэтажки, многоэтажки, многоэтажки. Обычные такие пейзажи, которые вы можете встретить на всех районах Оленсии. Поэтому, вот как-то так это выглядит. Здесь более новый, более старый, более обшарпанный. Ну, в общем, как-то так. Ну, а сейчас мы идем по большой улице. Абингуда, это Компанар. Вот, вот, административные всякие здания. Тут вот, что написано, но я не вижу на самом деле, вдалека. Вот, вот, такое все административное. Здесь, наверное, все связано с администрацией. Здесь, там же за забором. Какое-то, не министерское, а относящиеся к администрации. Какое-то здание. Интересно, что внутри. В общем, вот так вот все это выглядит. Стоянка для велосипедов. И, вроде как, соседняя улица, она тоже относится к Компанару, но она уже соседствует с другим районом. Вот, его мы снимем как-нибудь потом. Вот, вот, что-то я не знаю. Ай, тут административный карьер. Калинсия Латхе. Да, вот. Здесь уже сколько. Так что здесь все вот так серьезно. Вот такая карта. Это Бени-Калаб Компанар. Ну, в общем, вот, такими небольшими улочками мы уже нашли проход к утрам, что будем ехать домой. Вот так вот показала вам район Компанар. Он, ну, район и район. Не знаю, тут все районы на любителя, так сказать. Не дешевый, культурный. Удивило нас то, что в центре есть частные домики. И вообще очень тихо, и незаметно, неприметно. И так, наверное, специально и не найдешь. Ну, вот так что на этом все. На что я попрощаюсь. Подписывайтесь на канал. Не забывайте об этом. И всем пока. Увидимся в следующем видео. Вот уже и под микрон. Здесь вот единичка и двойка. Продолжение следует...